Из 7 псалма называется она Бог по любви попускает бедность, болезни и скорби Есть много людей неразумных, которые из несчастья другого обыкновенно выводят дурное заключение об его жизни Так было с Иовом Не зная за ним ничего худого, говорили ему По грехам твоим ты еще мало наказан Иов 33, 27 И Павлов варвары приняли за человека порочного и преступного Когда ехидна повисла на руке его И Семей называл Давида человекоубийцей Составив об нем такое дурное мнение по его несчастью 2 царство 16, 7 И так, так бы и с вами не случилось того Побеседуем об этом немного Действительно, я слышу, как многие говорят Если бы Бог любил бедных, то Он не попустил бы им быть бедными И как другие, видя кого-нибудь страждущим, продолжительную немощью и болезнью Говорят Где же милосердие его? Где добрые дела его? Посему, дабы вам не грешить таким образом, рассудим об этом Если человек здравомыслящий не может ненавидеть добрых и любить злых То как ты осмеливаешься говорить это о Господе? Будто Бог ненавидит бедных Хотя бы они были добродетельными и любит богатых Хотя бы они были порочными Отверзая уста на богохульство и не понимая важности этого заблуждения Дабы тебе не грешить таким образом, узнай, что Бог любит и что ненавидит Кого же любит Он? Того, кто исполняет заповеди его Всего возлюблю, говорит Он, и приду к нему Иоанна 14, 21, 23 Небогатого, нездорового, но повинующегося моим повелениям А кого ненавидит Он и отвращается? Того, кто не исполняет заповеди его Итак, когда ты увидишь кого-нибудь, не исполняющего заповеди его То хотя бы он был здоров, хотя был бы окружен богатством Полагай его в числе ненавидимых Богом А добродетельного, хотя бы ты видел его в болезни или бедности Полагай в числе любимых им Ибо не к тем любовь его, а к этим Не видишь ли ты и в житейских делах Что любимые царями особенно и прежде всех Подвергаются опасностям в сражениях Получают раны, посылаются на поход Не слыша ли ты, что говорит Господь Кого люблю, того и наказываю Бью же всякого сына, которого принимаю к себе Евреям 12, 6 Но многие, скажешь, соблазняются, видя это Так, но не по вине добродетельных, а по собственному невежеству Не здесь воздаяние за труды ваши, но здесь подвиги А награды и венцы после Не ищи же во время подвигов и в день борьбы покоя и безопасности Не смешивая различных времен Но многие, скажешь, немощны Бог промышляет и об них Он сделал, что многие из праведников Пользуются благополучием еще здесь Не для них самих, но для немощных Посему, если соблазняют тебя праведники, находящиеся в скорби То пусть утвердит тебя, живущие в покое И если смущают тебя порочные, пользующиеся благополучием То пусть исправят тебя, подвергающиеся наказанию и мучению Разве ты не слышишь Христа, который говорит В мире будете иметь скорбь Иоанна 16, 33 Почему же ты ищешь покоя, когда он сказал это? Разве ты не слышал еще, как он говорит Мир возрадуется, вы же будете печальны Иоанна 16, 20 Таким образом, людям неразумным Справедливо можно было бы соблазняться Если бы происходило противное тому, что он сказал А если все происходит так, как следует То почему ты соблазняешься? Но для чего, скажешь, Бог установил так? Не исследуй и не испытывай Посему и пророк укорял иудев за то, что они, преисполнившись бесчисленными пороками Исследовали пути Божии Исайя 38, 2 Они поступали подобно тому, как если какой-нибудь слуга, огорчивший Господа И виновных тысячи проступков Вместо того, чтобы утешить гнев Господина Стал требовать отчета, почему он поступил таким образом Не исследуй же этого Вместо того, чтобы плакать и сокрушаться, и омывать грехи свои Говорю это не потому, чтобы я не мог представить причины Но желаю обратить тебя от этой пытливости К попечению о собственном спасении Для чего он установил таким образом По снисхождению к роду человеческому Труды он назначил здесь, где жизнь краткая А венцы сохранил для будущего, где жизнь нестареющая и бессмертная Эти труды скоро оканчиваются и проходят А то остается вечным и никогда не будет иметь конца С другой стороны, через это он упражняет души в любви к добродетели Ибо когда душа избирает добродетели Несмотря на трудности и еще не получает награды То оказывает расположение и великое усердие к ней И когда он убегает порока, несмотря на его удовольствие И еще не подвергаясь наказанию То научается ненавидеть его и отвращаться Таким образом он приобретает навык Отвращаться от порока и любить добродетель Есть ли другая причина? Какая? Та, что скорбь особенно располагает нас к любомудрию И делает крепкими А вместе с этой есть еще иная причина Какая? А такая, что Бог хочет научить нас презирать настоящее Не прилепляться и не привязываться к Нему Для того Он назначил здесь скорби и труды А все приятное и радостное сделал скоро приходящим Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дуброва Продолжение следует...